Всем привет, с вами Влад Воля. Сегодня я раздаю флайера. Расскажи, кто ты, что ты здесь делаешь? Зачем? Я не знаю, я Данил. Я просто решил с тобой походить. Этот Данил, он не знает, он просто решил со мной походить, короче. Сейчас вот у нас машина ОБС ест, а сейчас мы дадим пару флайерков. Хе, второй раз уже. Ничего. Чем больше рекламы, тем лучше. Пусть даже ОБС ешники приходят на нашу. Покататься на эскалаторе у нас в городе, это, конечно, очень круто. И редко. Так что я это, в принципе, и сделал. Это, короче, Чипакокос, наш развлекательный центр. Здесь стало тускло, половина автоматов уже не работает. Короче, как-то дичевинка прям. Зато здесь можно увидеть портреты половины моих танцоров. Вот, вот Лиза. А я кто? Это я еще не знаю, кто. Маша. Вот Таран. Они просто пиздят. Да фиг их знают. О, зубик сидит. Это я. Лиза оценивает. Да, вот хотелось бы назвать мудаков теми, кто подпалил в центре мусорку и теперь жестко воняют. Ребят, вы мудаки. А потом они, блядь, говорят, сука. Город грязный. Город грязный, блядь. Сами вы его грязный. Где-то сзади меня рисуют, короче, портрет космонавту береговому. Да, это очень круто. Я себе купил бутылочку фреш-бара. Судя по солидным видосам, я сейчас должен петь в нее, как дятел. И этого делать не буду. Вот, потому что не хочу пока что. Вот. Флайра почти все уже раздали. Сейчас еще зайти надо к хачам поорать. И вообще будет все четко. Идем к хачам. Нет, нет, нет. Говори. Ничего я не буду говорить. Покупайте просто порошки. Скажи, что приходили на порошок твой. Приходите на порошки. Давай, скажи, что у тебя качественный порошок. Все легально. Не качественный. Тайки в жопу, блин. Короче, здесь все легально почти. Ничего ясного. Странный человек. Что это? Что это? Что это за это? Что это за это? Попробуй только не мотикаться. Давай, скажи, как твое дело. У меня все супер. Погодка отличная. Настроение суперское. Все, короче, высший пилотаж. Разговариваешь как шлюха. Вы понимали, реально на улице очень жарко. Мы раздали уже много флайеров. Короче, осталось вообще в принципе мало. У меня уже реально походу плащат подмышки. Если бы футболка была псевого цвета, она бы была бы уже, знаете, вся такая вкрапинку. Потому что это очень сильно жарко. Штаны, наверное, тоже у меня уже там, я не знаю, там сзади точно мокрые. Вон, пацаны махают ручкой. Привет, пацаны. Улыбайтесь в камеру. Снимаем. Да? Давай, иди, помахай ручкой быстрее. Ты сейчас такой убегаешь. Смотри, чтобы машина не сбила. Пацаки меня увидели, узнали. Короче, типа я влог снимаю, София, нет? Я тебя еще немного не узнал. Пацаки, привет. Помахайте ручкой, это сегодня выйдет, будет в интернете. Как тебя зовут? Меня Дима, его Ярик. Вы подписаны на МакРома? Конечно. Ну все, пацаны, давайте держите флайер, может быть, когда-нибудь шашлык у нас закажете. Вот такая вот встреча у меня. Остается последний. У меня остается последний флайер. Вот, в принципе, на этом уже все закончено. На, у тебя флайер. Вот. На этом видос еще не закончен, я еще что-нибудь сниму в Арцахе. Как тебя зовут? Настя. Передай привет Ютубу. Привет Ютубу. Ну вот, еще привет Ютубу. И в заключении всего этого видосика, короче, скажу, что сегодняшняя прогулка, ну, одновременно работа, то, что я раздавал флайера, прошла вообще просто шикарно. Во-первых, ну, как бы ни было жарко, и прям, я не знаю, прям очень жарко, на улице светит яркое солнце, чувствуется лето. Прям классно. Но все же было бы круто, если бы я был бы в шортах, в шлепках и в майке. Вот. Я сегодня пообщался с Данилом. Он, кстати, отныне будет оформлять мой и Катин Ютуб, заниматься оформлением в группе ВКонтакте и так далее. То есть, ну, человек, занимаясь этим, ну, а мне этим заниматься некогда. И это очень круто, что у нас будет теперь человек, который этим может заниматься. Вот. Меня сегодня несколько раз узнали на улице. Кто-то, оказывается, даже мне вчера сигнал сделать, занакиваясь девчонок. Парни, короче, бежали, нас видели, снялись в нашем влоге. Вот. Так что, ребята, кто меня сегодня видел, сделайте репост этого видосика. Ну, и спасибо, что вы узнаёте меня и не стесняйтесь. Ну, и напоследок хотелось бы сказать, что я всё же очень люблю свой город Янакиево. Самое любимое место, ну, не только моё, а многих людей, это вот наш ЖД вокзал. Но всё же там можно хорошо и спокойно провести время. Вот. Но я веду к тому, что дорогу к ЖД вокзалу у нас есть вот такой вот деревянный мост, на котором я когда-то заснял видос. И там мне ставили такой комментарий. Типа, блин, ты на нём танцуешь, а на нём даже ходить страшно. Ой, я никогда не боялся по нему ходить, не задумывался. Но после этого комментария реально стало страшно, так как я заметил, как даже подо мной, а я на самом деле дрычь, прогинаются уже доски. Вот. И что же говорить обо мне, который весит 60 килограмм? Что будет с теми людьми, которые весят 80 или больше? Там, я не знаю, это вообще капец, короче. Я веду к тому, что или прокурорство нашего города займитесь этим мостом. Может, я не знаю, как-то поменять доски. Ну, реально страшно. Я понимаю, что пока на нём что-то не случится, не знаю, кто-нибудь не провалится, что-то не сломается. Фиг, кто этим будет заниматься. Но всё же, большая просьба отремонтируйте нам мостик. Мы будем очень рады. На этом мой видосик заканчивается. Спасибо за просмотр. Подписываемся на мой канал, ставим лайки и оставляем свои комментарии. Люблю вас. С вами был Влад Воля. Пока.